До выборов остались считанные дни. Страсти наколены до предела. Сегодня был опубликован опрос Ассоциации социологов и демографов, согласно которому за Игоря Дадона готовы проголосовать 56%, за Майю Санту, соответственно, 44%. Но каждая из сторон верит в свой успех и рассчитывает завоевать новых сторонников. О шансах кандидатов будем говорить сегодня и мы, ведь достойный президент для страны – это уже дело принципа. Вы смотрите Акчен ТВ. Здравствуйте. С удовольствием представляю вам своих гостей. Сегодня у меня находится господин Михаеш. Добрый вечер. Добрый вечер. Если позволите, ваша позиция, опубликованная вами в Фейсбуке, она такова. 13 ноября все выходим голосовать, проголосуем за Майю Санту, спасем проевропейский и прорумынский курс. Мы находимся во втором туре и мы должны проголосовать за Майю Санту. Победа Дадона – это катастрофа для нации, национальная катастрофа. Было такое? Есть такое, я поддерживаю действительно Майю Санту, хотя есть нюансы, в смысле, что есть много вопросов к ней. Но, как я уже написал и на Фейсбуке, и в социальных сетях, сейчас речь не идет о личных качествах кандидатов, а идет о курсе, или про российский, или про европейский курс, потому что мы, к сожалению, идем к тому, что у нас идут геополитические выборы. Я поняла, спасибо. И политолог Валерия Столепи, вам добрый вечер. Добрый вечер. Ваше высказывание. Позволю себе утверждать, что Дадон выиграет эти выборы. Существует определенный предел для каждого кандидата. Предел на этих выборах относительно потенциала на правом крыле был исчерпан. Теоретически я могу ожидать еще 10-15 тысяч голосов, которые можно набрать дополнительно за рубежом. Но это все, что можно собрать. Это ваше высказывание. Говорили? Так точно. То есть представление ваше окончено, и начну все-таки с шансов кандидатов, вот в каком отношении. Господин Михаеш, все-таки откуда Майя Санду, по вашему мнению, может еще взять голоса? Вот господин Столеп считает, что ниоткуда. Понимаете, здесь надо исходить из того, что на день голосования, на 13 ноября, никто не может сегодня сказать, какая будет явка. Потому что может быть явка ниже, а может быть выше. Могут сотрудники одного из кандидатов выйти все на выборы, то есть максимальное число. А некоторое число может не выйти по каким-то обстоятельствам. Потому что то, что мы имели 30 октября, это картинка 30 октября. И она не повторится 30 ноября. И были в истории много... 13 ноября. 13 ноября. И были в истории много, скажем так, примеров. Я могу вам привести минимум два примера, которые ближе к нам. Пример в Румынии, когда победил, например, Басецку у Джоана. У Джоана было где-то... Все думают, что Джоана победил, он уже танцевал вместе с женой и праздновал победу. Вдруг победил Басецку. Потому что явка сыграла на стороне Басецку. Во втором туре чуть-чуть меньше пришло тех, которые были за Джоана. Могу вам привести пример второй из, скажем так, из республики Молдова, когда Снегу с Лучинским боролись в 96-м году. Тогда тоже думали, что все, Снегур победил. А явка сторонников была ниже во втором туре, сторонников Снегура. И только за этот счет Лучинский победил, потому что у него не было никаких шансов. То есть, если я правильно вас понимаю, речь идет о явке. Явка будет, понимаете, что она скажет самое веское слово. Я вижу, что сторонники Майя Санду пытаются через интернет, через социальные сети, за границей работают активно. Они считают, что если, например, повысится явка за границей, явка молодежи, потому что там, если вы видели, с 18 до 25 лет голосов всего лишь 10% голосовали. То есть, здесь есть резерв, как минимум 5-10%. То есть, я не стал бы сегодня говорить, что Дадон победил однозначно. Победу надо еще, скажем так, не то что заслужить, а надо ее увидеть реально в голосах людей. А это на данный момент, да, у Дадона есть преимущество. Есть преимущество. У него есть преимущество и в опросах, у него есть преимущество и после первого тура. Есть еще несколько нюансов, которые мы ничего не можем сегодня сказать, как сыграют. Например, господин Воронин, Владимир, выступил против Дадона и призвал свой электорат не голосовать за Дадона. Мы не знаем, пойдет электорат за его позвон, не пойдет. А у Воронина все-таки есть, скажем так, где-то воздействие и у коммунистов остались еще какие-то 8-10% электората. А вдруг не придут эти 8% электората Воронина на выборы. Тогда шансы Дадона с Майей сравняются. Поэтому я и говорю, объективно и реально, на день выборов, на 13 ноября, очень важна будет явка сторонников каждого из кандидатов. Благодарю вас. Госфен Асталиб, вас эти аргументы убеждают или вы по-прежнему остаетесь на своем? Особенно в отношении того, что есть случаи, когда такая была разница между кандидатами. И вот во втором туре он берет и побеждает. Я не буду сейчас приводить другие случаи. Я вообще считаю, если честно, не в данном случае, что господин Михаеш говорит, а вот попытки этих манипуляций, они даже дешевыми, их нельзя сказать. А вот был такой случай. А есть еще миллион других, как, например, в втором туре один кандидат взял 90, а другой 10. Но причем я не вижу смысла вообще в таких примерах и что они доказывают. Я хотел бы одно уточнение сделать, потому что оно важно для общей картины. Вы читали позицию господина Михаеша, я ее не видел сам с ваших слов. Я правильно понял, что господин Михаеш утверждает, что нужно спасать прорумынский курс. Да, тут так написано. Да, я так и сказал, потому что я считаю, что... Нет, нет, я не в этом, у меня другой вопрос, собственно. Если я правильно понимаю, то вы... В Дюйфранске объясню, что вы прорумынский курс. Нет, сейчас будет вопрос, конечно. Вы просто отвечаете без того, чтобы я его задал даже. Если вы утверждаете, что нужно спасать прорумынский курс, я так понимаю, что мы идем прорумынским курсом. Так, я хочу объяснить, чтобы не было вопросов. Я имею в виду, что... Вы опять отвечаете даже не в том, что я хочу... Прорумынский курс, чтобы вы... Вопрос четко сформулировали. Нет, господин Насталев, я скажу две фразы, чтобы вы смогли сформулировать четче свой вопрос. Нет, я знаю всегда, что я хочу спросить. Прорумынский курс, я считаю, что Румыния является главным адвокатом Республики Молдова по пути проевропейскому. И вот я считаю, что румынец Молдовы имеют... Вопрос очень четкий. Господин Насталев вас спрашивает, если мы должны продолжать прорумынский курс, то он полагает, что он есть у нас, так? Есть. Нет, вообще логично, что если мы спасаем прорумынский курс, значит мы им идем. Если мы им идем, а у нас одна власть уже длится 7 лет, то вопрос очень простой. Должен ли я понимать, что мы 7 лет идем прорумынским курсом, результаты прорумынского курса у нас налицо, что вокруг достаточно прогуляться, и правильно ли я понимаю, что нужно вот такой курс сейчас спасать, а спасателем вот этого курса является Майя Санду? Да, вы правильно поняли, я объясню, чтобы было все четко и понятно всем слушателям и тем, которые нас смотрят. Я считаю, что Республика Молдова имеет с Румынией стратегическое партнерство. Подписан договор, вы знаете, между премьерами и так далее, между президентами. Если Румыния взяла в себя роль адвоката для того, чтобы провести Молдову в Европейский Союз, это долгий путь, мы понимаем, но мы кое-чего добились. У нас есть договор об ассоциации, у нас есть договор о салонной торговле, у нас есть безвизовое пространство, что очень немало, между прочим. У этого нет ни у Грузии, ни у Украины, ни у кого в постсоветском пространстве. Вот это я считаю про румынский курс. Вместе с Румынией идти в Европу. Я сейчас не говорю об объединении с Румынией, это другой вопрос. Я говорю, партнерство Румынии и Румынии, европейская модернизация. Вы понимаете, что мы сейчас с вами обсуждаем внутри политическую ситуацию в нашей стране? О чем? Так я о том и говорю. Нет, когда вы говорите о том, что Румыния сама на себя взяла роль адвоката. Не сама взяла, а Молдова и талантуру. Кто нуждается в помощи адвоката? Молдова, между прочим. Нет, если вы используете такую терминологию, кто нуждается? Пострадавшие, обвиняемые и так далее. Молдавия суверенная страна, не надо нас нигде защищать, никаких... Преступлений не совершали, тем более международных. Поэтому такой статус придуманный адвоката. А кто там прокурор у нас? Россия? Нет, подождите. Смысл, в принципе, этой постановки вашей, которая не вам лично. Я же вижу эту попытку такой манипуляции, что якобы внешние какие-то отношения, внешние какие-то вещи... Вы заменяете то, о чем мы говорим. Мы избираем президента Республики Молдова. Нас интересует внутриполитическая ситуация. Нас интересует экономика, рабочие места и так далее. Это больше вопрос к премьеру, а не к президенту. Я поэтому и уточняю вас. Считаете ли вы, что то, что произошло с нами за 7 лет, называется прорумынским курсом, и здесь договор обассоциации ни при чем? И если да, то тогда какой смысл? Я хочу вам сказать то, что сказал и господин Лянко, когда был премьер-министром и другие наши деятели государственные, что не было бы понта, не было бы поддержки Румынии, не было бы у нас сегодня безвизового режима с Евросоюзом. Румыния сыграла тогда ключевую роль, ключевую роль в получении безвизового пространства. Не надо, понимаете, здесь не надо вводить ситуацию в зону объединения с Румынией, которую многие боятся. А кто об этом говорит? Я говорю о внутренней политической ситуации, экономике. Я говорю про румынский курс, я говорю, вместе с Румынией для европейских преобразований. А когда будет экономика? Давайте только не как студент про блоху. Давайте скажем так, прецедент у нас по полномочиям является тем, верховным руководителем армии, главнокомандующим, является тем, который представляет Республику Молдову за рубежом, имеет право заключать международные трактаты в Республике Молдову. Да, международные договора. Договора. Имеет право назначать судей. Это очень важно. Генпрокурора, вы сейчас зачитаете все... Нет, нет, не все. Там пять позиций. Я теряюсь. А какое это отношение имеет к вопросу? Вот об этом мы и должны говорить, о полномочиях. Потому что если мы будем уходить в сторону экономических проблем, или социальных, это уже не его... Мы начали о курсе. Я поняла. Я понимаю ваш вопрос, а я задам четче. То, что волнует очень многих, и на этот вопрос моя Санду не ответила на дебатах. Ей задавали этот вопрос три раза. Она уходила. Она унионист? Я считаю, что она не унионист. Потому что, во-первых, я могу сказать так, что унионист это Михаил Гимпу. Он сказал четко, я за объединение сегодня или завтра с Румынией путем германского варианта. Майя Санду говорила по-другому, что она, если будет референдум про Унирию, она проголосует за. Вот, воля народа. Она так бы сказалась два раза. Между прочим, и когда был задором тоже. Я вам скажу по-другому. Майя Санду, конечно же, вокруг нее построили всю эту комбинацию, чтобы она прошла во второй тур. Она далеко не готова ответить на все вопросы. У нее сырой политический опыт. Понимаете, когда у людей складывается впечатление. У Майя Санду есть румынское гражданство? Я об этом не знаю. Я знаю. Она в интервью ньюсмейкеру делала ссылку. На этот вопрос ответила четко. Я человек, у которого есть румынское гражданство. Это хорошо. Да. Это хорошо, когда у людей есть и мондавское, и румынское, и российское гражданство. Господин Асталеб, а если бы у господина Дадона было российское гражданство, что бы вы сказали? Вам бы это понравилось? Нет проблем. Причем, понимаете... Нет, вы ответьте. Вы бы считали это никаким таким фактом, который отягощает? Я считаю, что господин Дадон, если бы у него было российское гражданство, я бы не выступил против этого. Как, например, у Усатова есть российское гражданство. У других есть российское гражданство. Политика в Молдову, да? Я считаю, что Молдова – одна из самых прогрессивных стран в этом регионе, которая позволяет не только двойное гражданство, а множественное гражданство. У нас может быть и три человека. Вы считаете нормально, что человек с другим гражданством будет возглавлять Республику Молдову? Конечно, да. А вы знаете слова клятвы? Нет. Господа Бельченкова, давайте мы будем поближе к тематике. То есть вы не хотите отвечать на этот вопрос? Я отвечаю. Республика Молдова является государством, которое нам более прогрессивное, чем многие государства, позволяет множественное государство. Это, между прочим, благодаря Воронину. Это плюс ему. Это реформа была... Воронин в восторге. Не отвлекайтесь. Дело в том, что я против того, чтобы запрещать людям иметь двойное или множественное гражданство. Это нарушит права многих молдаван, которые находятся за границей, которые работают, которые спасают свои семьи и нас вместе. Господин Михайлович, почему она не отвечает на этот вопрос? Она унионист? Так вот, пускай она ответит. Я бы вам сказал. Ну хорошо. С моей точки зрения... Я задам тогда ей, если у меня... Да. Если мне будет такая возможность. Майя Санду, человек из команды Филата. У меня тоже есть вопросы. Тоже есть вопросы к ней. Я жду до сих пор ответа на вопрос. Будет она помиловать Филата или нет, если она станет президентом? А мы поговорим об этом. Я жду ответа на вопрос. Как она... Господин Михайлович, я вас прошу. Давайте будем говорить поровну. Я знаю, что вы увлекающийся человек, поэтому я вас перебиваю. Господин Асталеб, я задавала вопросы по поводу унионизма, румынского гражданства. Ваш комментарий мне тоже интересен. Ну, я думаю, что мой коллега будет первым, кому не понравится, если, скажем, после Нового года шесть судей Конституционного суда будут гражданами России. Я думаю, что господин Михайлович будет не очень доволен. Правда? Скажем так, я буду не доволен, но я пойму эту ситуацию, потому что она будет... Я понимаю, у вас нет другого выхода, но вы будете недовольны. Будусь недовольны, да. А почему? Потому что, давайте скажем честно, гражданство России, конечно, к чему-то обязывает, правильно? А гражданство в Румынии не обязывает. И тоже обязывает. Это разные вещи. Но я принимаю это как то, что мы, Молдовая, являемся маленькой страной. Господин Михайлович, мы дальше понимаем. Я когда задаю вам вопрос, это не к тому... Вы же понимаете, что все, кто нас смотрит, понимают риторичность этих вопросов. Смысл в том, что это в принципе неправильно. Это не должно зависеть от того, что вам нравится или мне не нравится. Казахстан, Россия, Азербайджан или Румыния. Речь не об этом. Речь о том, что судья конституционного суда, это очень специфическая должность. И то, что вы, когда Людмила вас спрашивала, вы сказали, что будут нарушаться права. Хорошо, по нашему законодательству могут быть граждане. Могут иметь 3-4 гражданства. Это понятно, я согласен, это вполне либерально в духе времени. Но занимая определенную должность, я, например, не могу же быть тренером по боксу. Я очень хочу, но не могу. Потому что у меня нет соответствующих качеств. Правильно? Может ли быть президентом любой человек? Тоже, наверное, нет. Нужно обладать, во-первых, психическим здоровьем тоже. Но и определенные юридические качества тоже должны. То, о чем мы сегодня говорим. Как минимум то, что написано в клятве. Если мы уже вообще отходим от того, что называется здравым смыслом. И поэтому не любой может быть судьей конституционного суда и президентом тем более. Потому что есть европейские страны, в которых позволяется двойное и тройное гражданство. Вы можете себе представить, что генеральный прокурор Германии, например, гражданин Франции? Я здесь отвечу таким образом. Я согласен с вами частично в том, что некоторые государственные должности, но они должны быть, очень маленький список, должны быть исключены из двойного гражданства. Это президент страны. Не маленький и небольшой. Подожди. Не надо говорить какой. Моя точка зрения. Потому что здесь дискуссия очень серьезная на этой теме. Конечно. Во-первых, я считаю, что это президент страны. Если у него есть, например, двойное гражданство, когда он становится президентом... Это была долгая беседа. Почему я сказал, что список не должен быть ни большим, ни маленьким. И мы сейчас с вами всю передачу займем, обсуждая эту тему. Вопрос в том, что концептуально президент нашей страны, вот лично я считаю... А чем президент, я согласен, что он должен быть, если у него есть двойное гражданство, если он выиграет выборы, например, он должен отказаться от тех других гражданств. Нет, он не должен отказаться. Отказаться. Потому что у нас когда-то тоже и депутаты говорили, что мы будем подавать документ, который будет рассматриваться, неважно сколько, и таким образом будем решать вопрос. Сам подход вас не беспокоит. Вот я хочу стать президентом государства, а я не считаю нужным, даже без законодательства и так далее, четко заявлять свои позиции, формулировать. И то, что я... Вы вообще согласитесь со мной. Они же все дают клятву, давайте даже не Румынии, Литве, Болгарии. Они что, тогда врут, когда они клянутся в лояльности тому государству? Наверное, нет. Я вам говорю, к сожалению для вас и для тех, которые считают, как вы, есть решение Чедо по делу Танасии против Молдовы. Почему? Вы же помните ситуацию. Сначала был закон, поголосованный Пепе Чеде с Печерями. Запретили все, которые имеют двойное гражданство. Там был длинный список. И СИБ, и СУДИ, и кто-то еще там. Потом Санкт-Петербург сказал так, что Молдова не имеет права запрещать занимать должности, но она имеет право там какие-то исключения делать. Ну, конечно. Вот исключения, я об этом и говорю. Я считаю, что исключением может быть президент страны. Премьер-министр не обязательно. Ну, о чем мы сейчас с вами разговариваем, собственно, по этой причине? Мы говорим о президентских выборах, да? Мы говорим о президентах. Если о президентских выборах, я считаю, что президент, вот, например, я пытался быть кандидатом. У меня есть румынское Молдовское гражданство. Если бы я стал президентом, я бы отказался от румынского гражданства. Это было бы правильно, правильно? Я не знаю, если правильно. Потому что вы давали клятву румынскому государству. Чего вы от него отказываетесь? Подождите, но президент Республики Молдова, мы об этом говорим сейчас, правильно? Но я вас не понимаю, зачем вы давали клятву румынскому государству, чтобы потом отказаться? Я же не думал, что я буду, например, если кто-то станет президентом Майсаду, например. Я, например, не беру никакое, никогда не возьму другое гражданство, хотя президента не собираюсь. Потому что я не понимаю, что такое двойная лояльность. И вашими, и нашими. Я этого не понимаю. Подождите. Я говорю, надо почитать вам внимательно решение Чеду. Там написано так, что лояльность к государству ставится под вопросом только высших руководящих лиц. Потому что здесь коллизия, они вступают в коллизию. Он должен, например, президент служить в Молдове. Государство, господин Михаеш, это мы с вами. Президент и премьер-министр неприходящий. Лояльность начинается с новорожденного ребенка. Вот когда начинается, и которого нужно воспитывать. Давайте найдем компромисс к этому вопросу. Давайте. Я предлагаю, если эта тема будет обсуждаться вечно. Это тема вечная. Я надеюсь, что нет. Но даже если станет, например, додон президентом, и он обещал в своей президентной программе, что он будет делать все для того, чтобы государственный деятель не менее только гражданства Молдовы. Это ошибочный путь. Опять повторяюсь, есть чедо. Мы должны исходить из этого. Уже мы признаем законности их решений. Тогда мы должны исходить из того, что некоторые должности, но их должно быть очень мало. Пять, максимум десять. Должны быть исключением из правил. То есть президент стороны, я согласен. То есть для вас не проблема, что министр обороны может быть гражданином Молдавии, гражданином России, Украины и Румынии? Тогда в случае войны, например, с Россией, ипотетично, скажем так, он за кого будет... Так я вас спрашиваю, для вас не проблема. Вы не видите нонсенс в этом? Есть нонсенс. С конституционным судом, с министром обороны, с руководителями спецслужбы и так далее. Вот конституционный суд надо найти в том, чтобы этот маленький список, не тот большой, который коммунисты сделали в 2006 году, а тот маленький список, надо его выработать на основе конституции в парламенте, чтобы не было такой квалифика, как вы говорите о том, что... А мы после того абсурда, который сейчас с вами еще раз обсудили, мы понимаем, что это абсурд, от одного кандидата слышим, что а я буду еще и голосовать за исчезновение государства. Понимаете, в конституции Республики Молдова в 1994 году вопрос к ним, потому что они что сделали? Там есть статья, 142, по-моему, да? И написано четко. Вопросы не долетят от Республики Молдова, независимости от Республики Молдова надо бы носить на референдум. Потеря независимости ставится на референдум. Между прочим, эта конституция позволяет. Хотя я тоже с этим не согласен. Вот в Румынии этого нет, в Украине тоже нет. Горько Михаилович, я сейчас вас прерву. Понимаете как, этот спор, наверное, действительно имеет право на жизнь, но мне кажется, что в этой коллизии Майя Санду могла бы, при желании, вы говорите, вот не унионист, да? Могла бы выйти очень красиво. Она могла бы вот заранее выступить и сказать о том, что она готова отказаться, отказывается от гражданства. А Сталиб вообще не принимает этого довода. Вот у меня вариант помягче. Но она же этого не делает. Она упорно не хочет отвечать на этот вопрос. И мне кажется, что это неспроста. Моя точка, извиняюсь, что у нее консультанты плохие, то есть у нее команда сырая. И я вижу, что она, например, на простые вопросы не имеет ответа. Вот это простой вопрос могла бы ответить. Да, есть у меня румынское гражданство. Что я буду делать, если меня выберут президентом? Откажусь, не откажусь. Это должны люди узнать, правильно? Я вам объяснил ситуацию. Мы поставлены в Молдове в такое положение, и это уже длится 25 лет, голосовать за меньшее зло. Вот для меня Майя Санду меньшее зло, чем Дадон. Я по гиперполитическому сейчас говорю признакам. А что же это меньшее зло? Вот смотрите, я вам задала в начале эфира вопрос. На что рассчитывают кандидаты? На что Майя Санду может рассчитывать? Я бы ответила на него в том числе и так. Рассчитывает на поляризацию общества, на сильную поляризацию. Потому что то, что началось у нас после первого тура, это сложно описать. Мы все пользователи соцсетей. Мы видим, как у нас одна стенка пошла на другую стенку, и это успешно выполняется. На этом фоне что мы видим? Мы видели фотографии Майя Санду с европейскими чиновниками, но мы видим очень корректное заявление главы Международного комитета России, я имею в виду сейчас Совета Федерации, который очень мягко, очень красиво и очень деликатно ответил на вопрос. Ни один из кандидатов кардинально изменить внешнюю политику не может. Здесь нет вражды, каких-то вот ату, то есть в чью-либо сторону. А может быть в России не против, скажем, в официальной России не против кандидатуры Майя Санду? Может быть и такое, правильно? Это вы когда решили? Когда вы придумали? Сейчас или раньше? Так вы дали мне козырь, да? Я говорю о взвешенной позиции россиян, и говорю в то же время о фотографиях европейцев, и говорю о позиции американцев. Если бы Рогозин, например, имел бы что-то против Майя Санду, он высказал бы очень четко и правильно, и жестко, потому что мы знаем, что он прямой политик, да? Может быть этого не сделал бы Медведев с Путиным, но мы знаем, что по Филатову он выступил, Рогозин, по другим нашим политикам тоже выступил, не буду сейчас давать весь список. Прочисто он всех обрисовал, а вот Майя Санду он не обрисовал. Любит, наверное. Я не буду говорить, что любит. Где-то очень глубоко. А я сейчас замечу очень важную вещь. Вы заметили, что Майя Санду не очень делает акценты на геополитику в своей компании? Не очень. Она идет каким-то... Я сейчас поинтересуюсь мнением Гастана Сталеба по этому поводу. Если Гадон четко геополитический кандидат, скажем так, да? Который вставит на европейский... А что же я не вижу фотографий тогда его с россиянами, а вижу пока фотографии только Майя Санду. Чем вы это объясните? Не рушает закон. Майя Санду закон можно нарушать, а господин Дадон у нас должен быть законопослушным. Майя Санду получила предупреждение от ЦИКа за те фотографии с европейскими лицами. Вы знаете об этом, да? То есть сейчас закон у нас такой же не разрешает. Я не говорю, что Майя Санду про российские политики это неправильно. Я говорю о том, что она ведет... Ну слава богу, да. Я говорю, что она ведет такую политику и такую программу она имеет, что она не идет на коллизию и на противоборство с Россией, если вы заметили. А вы... Можно только один вопрос? Вы комментарий по поводу России хоть один Майя Санду видели? Так и вы... А хотите, я вам его сейчас скажу? Ну дать один пример. А вот, да, даю пример. Россия, говорит она, будучи за границей оттуда, ведет себя так, как будто господин Дадон уже стал президентом и начинает говорить старые вещи о том, что необходимо вывести свои войска, Россия ведет себя вот так вот некрасиво. Я могу... Вы, надеюсь, не усомнитесь в том, что это было? Когда Дадон... Господин Михаэш, было это? Да, отчаян. Было, да. То, что я помню, да? Да. Когда Дадон с Майя Санду сразились на противе, на прошлой неделе, там был нюанс такой по Крыму. Вы мне ответили, что Майя Санду по отношению к России. Это дружественное заявление? Ее позиция по Крыму и по Приднестрове, она соответствует национальным интересам. Вы мне напоминаете Майя Санду, я спрашиваю, вы унионист, она говорит, что в Приднестровье есть войска. Я вас спрашиваю, эта позиция антироссийская, вот это заявление? Нет. Спасибо. Господин Исталиб, ваш комментарий. Ну, во-первых, я должен поправить коллегу. Никогда в жизни Майя Санду не озвучила свою позицию по Приднестровской проблеме. Никогда. Ставлю на спор с вами на стакан воды. Она была в Сороке, в прямом эфире я смотрю по Фейсбуку, ее спросили из зала про Приднестровье. Слушайтесь, пожалуйста, что говорит господин Михаил, что такое позиция. И она свою позицию... В чем она выражает? Позиция. И она сказала, что мы должны Приднестровье дать статус автономии, так же, как и Гагаузи, но доработать этот статус согласно времени и так далее. Вот то, что она говорит. Это позиция? Да, это ее позиция. Вот это позиция, вы считаете? Ну, на данный момент хотя бы это есть. Я поэтому и смеюсь, господин Михаил, вы понимаете, что это не позиция, это ни о чем. Можно было не говорить, не можно было сказать еще пять таких правил. Но видите, как я принимать расследжу за компанией. Я в Сороках увидел ее позицию. У нее нет позиции. Выходишь, я сделала вам комплимент? Нет, нет, спасибо. У нее нет позиции, и это ясно, что она не знает. Самое плохое, и это на самом деле плохое, что этот человек, скорее всего, мало бывал в Приднестровье. Я не говорю никогда, потому что может быть бывалым, но, скорее всего, мало. Она не знает, как живут там люди, что они делают, как мыслят. В Гагаузии у меня масса вопросов, что она бывает часто, и понимает реалии. На Севере тоже. Я подвожу то, что я говорю, совершенно к более глобальной проблеме. Вы описывали. Чем отличается Майя Санду от политика Додона? Чем именно? Кроме тех позиций, странных чуть-чуть, которые мы уже здесь сегодня обсуждали, в развитии государства. Это разные политики, с разной повесткой дня, с разными геополитическими взглядами. Понимаете? Опа, в чем выражаете? Майя Санду, не забывайте. Уголовая принадлежность, мы согласились дальше. Майя Санду, выпускник Харварда. Господин Мехаевич, давайте теперь поговорим. Чем отличается? Не первичными половыми признаками? Это понятно. У нее четкая прозападная позиция. В чем это выражается? Это значит, что Молдова должна войти в Евросоюз, что Молдова должна быть близко к Румунии, и Додон противоположность ее. Давайте от этого исходить все-таки. Мы с вами говорим, практически возвращаемся к тому, что было сказано про Приднестровье. Достаточно мне сказать пару раз, что я за Европейский Союз, судей из того, что вы говорите, я становлюсь проевропейским политиком, честно? Давайте мы сделаем так. Она была в трех правительствах. В самых лучших. АЕ-1, АЕ-2 и чуть-чуть этого. В самых лучших правительствах за всю историю, которым мы обязаны нынешней ситуации. И вот в связи с этим я тоже критически рассматриваю ее деятельность, потому что все мы знаем, что были с этими школами, там очень много вопросов. Я говорю, сейчас я вынужден, я вынужден голосовать за меньшее зло, потому что мне не нравится, что делала Майя Санду об этом правительстве. Мне не нравится, что она голосовала за эти деньги, она не признается об этом. Понимаете? Смотрите, она... Путается в показаниях. Она проголосовала за эти 9 миллиардов лей, да? Которые правительство взяло... Михаил, Михаил, сейчас люди послушают и скажут, что вы их отговорили голосовать за самым. Нет, подождите. У вас больше вопросов. Нет, подождите, но паритик, который хочет стать президентом, должен ответить на эти вопросы. Безусловно. Мне самой интересно узнать. Да. Очень многие вещи однила. Понимаете, я в каком-то смысле даже пытаюсь посвятить ее сторонникам. Она должна прийти и сказать, люди добрые, я проголосовал за эти 9 миллиардов лей, я прошу вас прощения, потому что это была моя политическая ошибка. И все, на этом разговор был бы закончен. Понимаете? То есть не умеет признавать ошибки? Не умеет признавать ошибки? Она говорит, что я правильно сделал, что голосовал. Вот она что говорит. Да. Почему ты правильно голосовал, если эти деньги все понимают, что оттуда были часть из них только пошла к людям, которые имели депозиты. Только часть. Я не знаю, сколько там, 10% или 20%. Остальные пошли по фирмам и по банкам и обслуживали юридические лица. Вот это мне не нравится. Я говорю, я буду голосовать за нее, если я пойду еще на выборы, потому что это тоже вопрос. А, вы еще не знаете, если вы пойдете голосовать? Я же о чем говорю? Явка. Что такое явка? Явка – это очень субъективная ситуация. А до 13-го числа командировка решила еще. Понимаете? Но реально, конечно же, она проевропейский кандидат, да дом – про российский кандидат. И из этого идет вся схема и вся ситуация 13-го ноября. Благодарю вас. Мы завершаем говорить о внешней политике. Хотя, конечно, был еще у меня вопрос по поводу того, что будут выборы в Соединенных Штатах Америки. Некоторые политологи наши считают, что их результат окажет влияние в том числе и на наши выборы. Какое дело? Можно, если очень коротко, ваш комментарий. Окажет? Буквально коротко, да. Коротко, да. Потому что… Я уже ответил. Если победит господин Трамп, позиция Соединенных Штатов станет мягче? Ну, не мягче. Соединенные Штаты будут заниматься совершенно другими проблемами. Они будут заниматься проблемами экономики, потому что там серьезные проблемы. И Молдавия, и Украина на сегодняшний день – это сравнительно искусственно раздутые файлы для США. Поэтому они просто перестанут заниматься неспецифичными для них вещами. Речь не идет о том, что больше не будут заниматься демократией и правами человека, но это не будет носить такой характер. Благодарю вас коротко. Очень коротко. Трамп сказал так. Мы с Россией должны дружить. Мы с Россией… Нас не интересует Украина. Это сфера интереса в России. А если их не интересует Украина, то Молдова попадает в эту же корзину. Если выиграет Трамп, здесь будет очень интересная ситуация. Скорее всего, нас будут ожидать очень-очень серьезные… Я не буду сейчас вдаваться в подробности, но его победа может перекрасить весь этот регион. Украина и Молдова попадут в эту ситуацию. Спасибо большое. Интересный ответ. Да. От вас не ожидал. Услышишь… Нет. Трамп сказал четко. Мы должны… Трамп сказал так. Трамп сказал так. Почему мы должны обеспечивать безопасность, например, Японии и Южной Кореи? Они должны платить за это. Они ничего не платят. И это разумно? Он хочет их поставить на какой-то счетчик. Это разумно? Да. И так далее. Он говорит, почему мы с Россией бодаемся за Украина, мы там теряем деньги. Вот оно исходит из четких каких-то финансовых… То есть, я поняла, имеют право на такие рассуждения те, кто так говорит. Хорошо. Да. Теперь о политике внутренней. Двух кандидатов. Что мы имеем у нас в запасе? Мы имеем заявление господина Додона, который сказал, да, я буду бороться за распуск парламента, да, за досрочные выборы. Мы видели несколько попыток, значит, отправить в отставку правительство. Вот что говорит Маасанду, мне до сих пор как-то не очень в этом отношении… Она сказала, что я буду сам отвечать с правительством. Вот. Понимаете? Но у меня будут особые позиции. Это навевает на определенные вопросы. Когда у тебя в команде есть люди Настасы, которые протестовали и кричали, и в этой студии у меня были представители, которые утверждали, что нет, Маасанду сто процентов за распуск парламента. Мы сейчас поняли ее позицию именно так. Так она озвучила свою позицию очень четко. Да. Тогда давайте уже пойдем до конца и скажем. Она выступает за то, чтобы реанимировать Альянс за европейскую интеграцию. Скажем так, у нее позиция такая. Она понимает… И тогда, секундочку, тогда может быть правы те, кто говорит, что она помилует господина Филатова. Уже пойдем до конца. Вот этот вопрос я ей задал на Фейсбуке два раза. Жду ответа, между прочим. Вы не получили. Не получил еще. Вот я сейчас вам скажу ее позицию. Она, с моей точки зрения, наверное, ей консультанты подсказали, она дала такую формулу, что в случае моей победы я с этим большинством буду сотрудничать и с правительством, но у меня будет, конечно, своя победа. Я буду пытаться ее воплотить. Бедная платформа, да. Так. Да. Что это означает? Это означает, что она надеется на голоса ДПМ, на голоса ГИМПу. А это, скажем, если у ДПМ процентов 15-17, у ГИМПу мы видим 2%. Это около 20%. Она не может же просто так отбросить эти голоса. Да. С точки зрения политики она поступает правильно. Что она говорит, ребята, я не буду так, как Настасия, жестким. Не буду на второй день после победы требовать, чтобы вы ушли в отставку и так далее. Вы понимаете, господин Асталий, знаете, что сейчас сделал господин Михаиш? Он сейчас, в принципе, похоронил Майю Санду в образе борца с олигархами. То есть, как она пыталась... Ну, как? Так. Вы понимаете, Андрей Анастасий не давал ни единого шанса. Он в строне. Его никто оттуда не снимет. С самого большого борца за олигархов. Майя Санду, с моей точки зрения, пытается стать политиком, в реальную политику. В реальную политику есть такой термин. Мы поняли. Господин Асталиб, ваш комментарий. Мне по-человечески жалко госпожу Майю Санду. Я нормальный, адекватный человек, я прекрасно разбираюсь в людях и могу понимать. Я по-человечески понимаю, что эта девушка, она не политик. Она не является ни лидером, она не является мощной фигурой. Ее нельзя сравнивать с масштабными, даже на региональном уровне, какими-то фигурами, которые у нас были. Это не в минус и не в плюс. Это просто факт. Я могу приветствовать, что она может быть, скажем так, начинающим политиком. Хотя, к сожалению, я ее не вижу начинающим политиком. Я вижу других людей, которые, да, он начинающий, неопытный, но он политик. Госпожа Санду играет неестественную для себя роль. И это мне не нравится. И в этой студии в прошлый раз, когда я там находился, я за это критиковал коллег, значит, из «Димитати» и «Эдди Вер», когда я говорил, что вы подменили одно с другим, потому что она не является политиком. Если мы не лицемерим, то, ну, нельзя не признать, что все смотрят и понимают. Эти масштабные фанатичные компании, во что это превратилось, если бы у меня была возможность, я бы ее спросил. Ей не стыдно за поведение? Сейчас с другой стороны могут сказать, но я приведу пример, в том числе личный. Кто-то себе может представить, чтобы я когда-нибудь, просто потому что у человека другое мнение, господина Михаеша, чтобы я угрожал вашей жизни, здоровью, детям. Можете себе такое представить? Кто-то сделал? Нет, вы можете, чтобы я кому-то угрожал? Нет, нет. Потому что у него другая политика, хотя мы на разных там и так далее. Нет, нет, нет. Ну, скажем так, на этом вас никто никогда не ловил. Я не понимаю, когда сотни, тысячи комментариев буквально за несколько дней касаются угрожи жизни, здоровья и так далее. Вот этот переход, и они все с правого фланга. Я могу сейчас передать… Что вы имеете в виду на Фейсбуке, на стрессе? Конечно, конечно. Там все играют в грязов. Тысячи. Речь не об этом. А что, господин Михаеш, мы не можем это игнорировать. Что в Фейсбуке можно оскорблять, унижать и… Нет, но даже речь не об унижениях, потому что понятно, еще раз повторюсь, тут обе стороны как бы кидаются, я не хочу, чтобы сейчас случилось, а эти святые нет. И что дезинформация с обеих сторон, это тоже понятно. Но куда уходит правый фланг, вот куда он… А это люди, которых там есть… Они живые, они ходят по улицам. Нам дальше… Как здесь вместе жить, если вы переходите от этого? Хотя мы о чем спорим? Я с вами обсуждаю, так мы сейчас выйдем, пожмем друг другу руки. А вот вас не смущает, куда уходит наш правый фланг в принципе? Когда мы видим людей… Со стороны платформы, да, вы правы, там есть некоторые агрессивности и некоторый экстремизм. Там присутствует и у Андрея Анастасия, и у его сподвижников, и это не новость. И куда они… куда их уносят, в принципе? И мы видели, как они с журналистами и журналистками себя ведут, особенно Андрея Анастасия. Так что там действительно, я бы поставил с вашими… Частично согласился бы с вашими заключениями. Но то, что касается Майо Сандо и ПАС, это профессора. Я их… многих из них знаю. Там есть Вирджил Пасларюк, там есть Мустяцы… Но речь не только об этом. Я другой хотел сказать. Знаете, там другой… Представьте себе, что у меня есть моя команда, какой-то отряд людей и так далее. В какой-то момент я вижу, что они начинают переходить красные линии, там угрожать жизни, называть там по национальному признаку, ты свинья если… и так далее. Все, что мы видим, эти все фотографии. Что должен сделать я, как руководитель этой команды? Или давайте иначе, что сделали бы вы? Я согласен с вами. Майо Сандо должна отмеживаться от радикальных элементов, которые ее поддерживают. Но я этого еще не видел у нее. Она должна сказать, мне не нравится, например, что некоторые члены партии Андрея Настаса очень агрессивно себя ведут по сравнению с оппозицией, по сравнению с властью. Потому что вы правы. Мы не должны допустить того, чтобы эти выборы превратились в какое-нибудь побоище после выборов. Какой-нибудь Майдан… Да, вот говорят, что самый важный вопрос после голосования будет – это как воспримет одна из сторон поражение. С моей точки зрения, сняв лупу, власть сняв лупу, она сняла напряжение. И у Майдана практически нет никаких предпосылок. Потому что когда происходит Майдан? Майдан происходит, когда власть фальсифицирует выборы. Это везде. Да, это формула. Господин Михайлович, Майдан происходит тогда, когда вмешиваются внешние силы, когда не победил их кандидат. И так, господин Сталин? Да. Самый главный ингредиент Майдана – это фальсификация выборов. Власти. Власти. Господин Михайлович, посмотрите словарь, посмотрите политологию. Самое главное отличие от всех оранжевых революций и уже так называемого Майдана – это вмешательство внешних сил, а именно руководство даже. Понимаете? Я сейчас скажу… Вот в этом вся фишка. Хорошо, давайте я добавлю эту ситуацию. Предпосылки до Майдана всегда были. И на Украине, и в Грузии, и везде, и в Молдове. Фальсификация выборов. Если власть у нас вышла из выборного процесса, и она отдала пост президента на борьбу… Господин Михайлович, есть причина и есть повод. Вот я настаиваю на том, что фальсификация – это повод. Подумайте об этом. Господин Асталиб, ваш комментарий. По поводу. По поводу того, что будет после выборов. Я так уже понимаю. У нас уже мало времени. Мне очень хочется узнать. Дело в том, что я эту тему затронул не зря. Вот эта поляризация, которая происходит, и либо Санду не видит, откуда идет большинство. Она обязана видеть. Она претендует на звание еще и президента. И правый фланг меня очень беспокоит. Еще раз подчеркиваю, что идет обмен дезинформацией. Конечно же, видна ложь с обеих сторон. Но тот правый фланг, куда он уходит и уплывает в принципе. То есть, что у этих людей с головой, когда они переходят. Я на одной из передач позволил себе, значит, на несколько групп высказать свое мнение о том, какие типы голосов. Еще раз подчеркиваю и на этой передаче. Я назвал, что в том числе голосуют параноики, которые есть в нашей стране, которые во всем, что происходит, видят Путина. Я назвал. Есть такие во всем. Есть и другие сторонники европейской интеграции, унионисты. Взяли только первую часть. Только первую часть. Наклеили на всех. Это даже не дешевый метод. Я, конечно же, реагировать не собираюсь. Но мне интересно. Эти люди, это часть нашего общества. Это те, кто голосует за определенную часть. Они что строят? То есть, они хотят, чтобы наша страна была вот в таких приемах. Вот они себя так видят. Дело в том, что эти сторонники, они 7 лет, уже 8 лет, и их, в кавычках, политики, у нас во власти. Господин Нантой, значит, не буду сейчас называть еще десятки фамилий, они 7 лет нам рекомендуют, кто должен быть во власти. И их люди находятся. И мы имеем этот бордель, который сейчас у нас происходит, начиная от Кишинева и заканчивая всей страной. Мы, я лично 7 лет, без никакого отклонения вправо-влево, критикую это состояние дел. У них в какой момент наступает хотя бы какая-то моральная ответственность? Я веду вас мимо кассы, 7 лет, все, что я говорю, это чушь. В какой-то момент можно успокоиться? Нет, они каждый раз нам опять подсовывают кого-то. Здесь есть еще одно составляющие. Мы имеем и правый экстремизм, это сторонники Анастасова, имеем популизм левый, это сторонники Усатова. Там тоже есть много экстремистов, там есть и уголовные дела и так далее. Мы должны бороться с этим экстремизмом сообща. И левые, и правые, и политики, и общественники, и комментаторы. Но вы объективно, вот есть два фланга. Вы кого больше причисляете к опасному экстремизму? Кто туда скатывает? Экстремизм, левый и популистский экстремизм Усатова и его команды не меньше. Сейчас при чем здесь Усатый? Ну вот сейчас, при чем здесь Усатый? Они участвовали в выборах, 6% взяли все-таки. Нет, мы говорим вот о последней неделе, это уже момент истины. Эти люди будут голосовать во втором туре за кого-то, так что здесь... Вы нас стали поменять в виду, кто опаснее. Вот с правого фланга, я правильно поняла? Да, в том, как проводят. Давайте сделаем так. Я скажу вам так, оба опасны равномерно, потому что я боюсь чего? chicken skin胞. Проиграет, например, кандидат правых, да? Красподара Больщникова, побеспокоился, создала, был вопрос. Будет или не будет проблемы? Выйдут на улице, сторонники Анастасова начнут в качать права, да? Начнут какие-то действия принимать… Против кого? Ну, начнут протестовать. Против кого? Не знаю, против кого. Не, они не могут выйти, потому что они не могут ни против кого, да то он выиграет выборы, или кто-бы ни был., и так далее.. Ну их найдут и скажут, и какие-нибудь мотивы всегда найдутся. Проиграет, например, кандидат левых, выйдут другие сторонники системы, Я не вижу смысла вот это раскачивание лодки, потому что я, вы знаете, как я критично и жестко высказываюсь. Я не вижу причин сейчас говорить о том, что этот выбор будет социфицирован. Я об этом говорю, что Майдана, в принципе, если взять по логике, не должно быть, потому что власть здесь не участвует. Она дала победу оппозиции левой или правой. Но, я о другом сейчас говорю, кто-то в своих узких политических интересах может попытаться воспользоваться этой ситуацией. От кого вы больше это ожидаете, от правых или от левых? Честнее говоря, я за это больше от Усатого и от команды, потому что Усатый имеет мандат на арест. И он сейчас находится в такой ситуации, что может даже такими методами попытаться. Усатый в Москве есть, и такие вещи, по-моему, требуют личного присутствия. Что сказал Андрей Настасов? На второй день мы должны требовать отставки правительства. Вот они отсюда могут танцевать. Мы говорим с вами о риске, который я с вами не могу не согласиться, оно чувствуется. Например, выгодит Майя Санду. Выйдут ее сторонники, скажут, все, мы взяли президентуру, следующий шаг правительства. Могут они так сделать? Или не могут? Могут. Они же об этом и говорят на станции его команда, понимаете. Вот от чего я и боюсь. То есть, я одно хочу подчеркнуть, они не готовы никто проигрывать. Справа они не хотят допускать мысль, что они проигрывают. И здесь от власти зависит. Власть должна, конечно, все эти информации и все эти беспокойства взять, скажем так, на заметку. И не допустить, чтобы какие-то там элементы, а их немного, между прочим, там 120. В этом я вижу и роль лидера, и поэтому мы сегодня с вами обсуждаем лидеров, в принципе. То есть, ты претендуешь на должность президента, у тебя такое растет под боком, вот то, о чем мы с вами обсуждаем. Да, 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 я согласен. А ты, так сказать, игнорируешь, смотришь куда-то там. Вы сказали, что Майя Санду не политика. Я согласен. Я не уверен, что она понимает, что Андрей Анастасов и его сторонники представляют эту большую опасность, и что она должна им дать четкий ответ. Она сейчас не может этого сделать, я ее понимаю, и ей нужны эти голоса. Но я ожидаю, что она это сделает на следующий день после выбора. Это неумно. У нас осталось две минуты, я по минутке хотела бы вам дать. И хотела бы, вот неожиданно, возможно, сейчас для вас прозвучит, попросить вас. Дайте, пожалуйста, каждый из вас совет. Вы дайте совет Майя Санду, а вы дайте совет, пожалуйста, Игорю Дадону. Вы так улыбнулись, Валерий, вам тогда и начинать. Можно наоборот. Нет, в том-то интерес. Совет, как вести компанию или после? Вот осталась неделя, вот буквально. Вот дайте, пожалуйста, какой-то с вашей точки зрения самый важный совет Игорю Дадону. Что он должен сделать? Проявлять еще больше терпения к экстремизму, который будет нарастать. Я с правого фланга на протяжении всей этой недели буду ждать настолько серьезной провокации, что здесь ни в коем случае нельзя соскальзывать ни с ровной линией. Исключительное терпение нужно на этой неделе. Спасибо. Майя Санду, что пожелаете? У меня к ней два вопроса, на которых она до сих пор не ответила. Я жду этого ответа. Во-первых, я жду ответа, если она помилует или не помилует Филата, если она выиграет. Потому что я хочу, чтобы она сказала всей стране, что она не игрок команды Филата, и что она не шестерка Филата, и что она не просто клон Филата. И второе, я хочу, чтобы она признала, что тем проголосовав за те 9 миллиардов из Национального банка, она совершила ошибку. Вот эти два вопроса, если она ответит честно, тогда я с чистым сердцем за нее проголосую. То есть вы желаете честности? Честности желаю. Спасибо, что вы участвовали в этой программе. Мне кажется, что она была интересна, потому что очень много мы успели с вами обсудить, но много и не успели. В том числе мы не поговорили по поводу МВФ. Мы знаем, что 7 ноября будет заседание. Но я думаю, будет день и будет пища. От себя могу только добавить, что я желаю двоим кандидатам. Это, наверное, помнить такую простую вещь, что выбор имеет свойство заканчиваться. И поэтому я желаю им терпения и желаю никому из них не переходить эту самую красную черту. Вы смотрели «Дело принципа». Доброго вечера.